Ой, ребята, если стоите, то лучше присядьте, если уже сидите, просто держитесь за что-нибудь покрепче, потому что сейчас удивлять вас буду Госдума. В первом чтении одобрила законопроект о борьбе с борщевиком, ну и вообще с сорняками, хватит миндальничать с этими варедными растениями. Если мы не займемся борщевиком, то он займется нами, это была цитата одного из авторов фееричной инициативы некоего депутата Баженова. Чего? Линия фронта вся Россия, армия, которая должна тот борщевик уничтожать, собственники земельных участков, фермеры, дачники, ну короче люди, владеющие хоть каким-то клочком земли, который аннексировало вредоносное растение. Самое главное, за отказ бороться с сорняком предусмотрен штраф, и вот теперь вообще полный привет будет в 700 тысяч рублей. По крайней мере пока такая цифра называется. Я вот просто, я вот таких вещей, когда смотрю, у меня просто волосы оставшиеся на голове дымом стоят. Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли? Я думаю да, потому что лично у меня давно назрел вопрос, откуда эти слуги народные, простите за слово, откуда берут такие цифры, с какого потолка? 700 тысяч рублей, вдумайтесь, при том, что они же сами устанавливали, например, уровень минимального размера оплаты труда на текущий год в 29 тыр. И это в Москве, в регионах данный показатель существенно ниже. Прожиточный минимум для пенсионеров у нас вообще 17 тысяч. И за это тоже в Госдуме голосовали, ага, а штраф за борщевик, значит, 700. Они там точно ничего запрещенного не употребляют. Сейчас остановимся, но нам подробнее. Это реальная журналистика. Славься, страна, мы гордимся. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Но стал бы я вам рассказывать эту историю, если бы в ней все было так просто. Думайте, на этом весь абсурд данной ситуации заканчивается. Как бы не так. Сейчас я предоставлю слово самому Баженову в моменте, который объясняет своим коллегам по думе, откуда, в смысле, с каких фронтов тот борщевик вообще на Россию напал готовый. Держитесь еще крепче и слушайте внимательно. Пустыри, кладбище и все это долгое время находившееся в заброшенном состоянии земельное хозяйство покрылось борщевиком. И я не исключаю, что это было частью какой-то бактериологической войны на правлении против нас Соединенных Штатов. Да? Почему нет? Почему нет? Ну почему нет? Ну вы слышали? Слышали, каким измышлизмом человек и депутат в конце концов пришел? Он не исключает, что атака борщевика на Россию могла быть спровоцирована Соединенными Штатами не больше, не меньше, стала частью какой-то бактериологической войны, возможно, еще раз, для тех, кто на бронепоезде. Я не исключаю, что это было частью какой-то бактериологической войны на правлении против нас Соединенных Штатов. Хорошо, пусть так. Отбросим в сторону всю бредовую составляющую данного заявления. Предположим, что это действительно была диверсия, что американцы раскидали с самолетов, например, над нашими территориями семена сорняковой травы. Но тогда у меня другой вопрос возникает. А почему штрафовать-то в итоге граждан России собрались? Не тех, кто профукал диверсантов, а самых обычных россиен, да еще, ну, такие астрономические суммы. То есть, что имеем в сухом остатке? Американцы напакостили, их напоминаю по Баженову, ребятишки не доглядели. Более того, они прокакали до кучи и деньги, что годами выделялись из бюджета, в том числе на экологию и на развитие территории сельхозназначения. А заплатят теперь за все вот эти прекрасные люди, дачники, фермеры и богатые российские пенсионеры, как обычно, так что ли? Придут солдаты НАТО и все, вас отберут, говорили о них, браво, танцующим. Мы, конечно, при своем, при своей необразованности можем даже предположить, что это диверсия какая-то. Только вот так вот, как они передвигаются, они подпрыгивают, и вот подпрыгивают, как, ну, как бложка, допустим, подпрыгнула, и вот таким образом они передвигаются, только так. Еще про один законопроект хотелось бы поговорить. Прямо сегодня у нас день депутата какой-то, который тоже был принят в первом чтении днем ранее, 20 февраля. Это закон о запрете рекламы у иностранных агентов. Сейчас его готовят к чтению второму. Все поправки, насколько я понимаю, отклонены. Подается все, конечно, как обычно, под благовидным предлогом, мол, мы хотим найти управу на тех блогеров-вражин, что окопались за границей и нещадно вредят российской государственности, поливая русский мир грязью. То есть идея как бы понятна, да? Ну вот. Цель законопроекта – остановить финансирование недружественных ресурсов. Иностранные агенты, как правило, находятся за рубежом, но их ресурсы, сайты, блоги, работают на территории нашей страны. Мы обязательно должны сделать все для того, чтобы средства наших добропорядочных граждан, организаций, учреждений на эти ресурсы не направлялись. Нахуя? Ну нахуя? Вот только на самом деле все это пустые хлопоты. Я считаю, сейчас объясню почему, а потому что побеглым врагам иноагентам, о которых подозреваю только что, и говорил господин Володин, оно не ударит. Ну давайте на пальцах, смотрите. В отношении тех же Каца, Невзорова и прочих, и прочих, и прочих уже, ведь кучу санкций ввели, даже уголовные дела заведены, кого-то в розыск объявили. Толку ноль, потому что они находятся там, прекрасно себя чувствуют, продолжают свою деятельность, ничего, и никого при этом не боятся, им ничего не мешает. Запретят рекламу, еще одна санкция, одной больше, одной меньше, более того. И заключаю, что в таком случае те блогеры обратятся за помощью в какие-нибудь заморские фонды, коих за рубежом немерено, а скорее всего даже не так. Фонды сами тут же прискачут и предложат финансирование. Привет! Так кого наказать-то хотят? Это один из кусков передела рынка. Плохо ли это хорошо для рынка рекламы? Могу сказать, что, конечно же, конкуренция уменьшится, и поскольку так называемые провластные блогеры не обладают ни тем охватом, ни теми креативными способностями, которые есть у большинства альтернативных, назовем это СМИ, потому что все-таки называть блогеров блогерами я не очень могу, потому что, говорю, они работают по тем же маркерам, по которым работают традиционные СМИ, то поэтому они, в общем, попытаются переделить этот кусок. О чем я? Мы в дерьме! Мы в дерьме! В данном случае не могу не согласиться, потому что шарахнет оно действительно по рынку рекламы. Проблемы, в первую очередь, начнутся у рекламодателей. Тут надо понимать, как вообще все это работает. Да, 15 лет назад в кассу какой-то телекомпании или радиостанции, газеты, журнала, не важно, приходил дядечка с чемоданом, ну и там со всеми вытекающими. Сегодня дядечки с чемоданами по СМИ не ходят, они просто заключают договоры с крупными рекламными агентствами, как правило, с зарубежными, кстати, потому что своих кот наплакал, выделяют бюджеты и уже рекламщики занимаются мелочевкой, подбором площадок, ну тех самых блогеров. Составлением сетки выходов рекламных роликов или статей заказчик может даже не знать, где и у кого его реклама размещалась, особенно если заказчик крупный, но в итоге именно заказчик налетит на штраф, поимеет кучу неприятностей обычный предприниматель, который работает в рамках правового поля. Кстати, как думаете, будет ли благодарен тот предприниматель в итоге депутатам и захочет ли финансировать в дальнейшем хоть какую-то избирательную кампанию? В первую очередь я бы занялся тем, чтобы отменил целый ряд законов, которые были приняты за последние несколько лет, потому что мы, на мой взгляд, минута за минутой, день за днем теряем часть наших свобод. А это не просто, я тоже говорю об этом, что это в том числе прагматизм. В такой обстановке не может развиваться бизнес, не развивается молодежь, творчество. Все это ведет к тому, что мы с вами все хотим, чтобы мы были независимой страной, но вот в этой независимости важно не остаться, знаете, с плугом. Сомнительно, но окей. А риск остаться с плугом велик, потому что рекламный рынок сразу просядет. Еще одна отрасль потеряет целую кучу денег, еще один удар по экономике страны. Ну не пойдет тот предприниматель рекламироваться на телевизор или в газету, во-первых, потому что это дорого, во-вторых, малоэффективно, времена изменились. В чем выигрывает, например, YouTube? А дело в том, что YouTube показывает аудитории таргетированную рекламу, то есть алгоритмы анализируют предпочтения пользователя и на основе этих предпочтений показывают тот или иной рекламный продукт. Ну вот, например, если я интересуюсь гаджетами, мне покажут рекламу гаджетов. Если ищу подарок для девушки, покажут рекламу подарков. Собираюсь в отпуск, значит, рекламу какой-нибудь турфирмы. Ну понимаете, да? Телевизор так не умеет. Кстати, а куда делось это гнида, это погонь, это мразь, это пи***чные безволосые мордаты и чудища? Что это, пи***ь, себе позволяй? Ах, да, можно, конечно, сунуться в телеграм к данному персонажу, но тоже не лучший вариант. Слушайте, половина его аудитории – это накрученные боты. Другая, давайте честно, что за люди смотрят Соловьева? Маргиналы. С низким уровнем образования, а самое главное, с низким уровнем дохода. Ну и какой смысл вваливать бабки в рекламу, если зрители того Соловьева у тебя все равно, ничего не купят после, да и рекламу у таких, как он, в большей степени антиреклама. К тому же, многие пропагандисты ведь находятся под санкциями, в то время как огромное количество российских предпринимателей, даже в нынешних реалиях, продолжают работать с заграницей и с недружественными странами тоже импортозависимы. Мы почти на 70% все еще, а импортозамещение по-прежнему не более чем пустое слово. Вот надо этому коммерсу так подставляться, не ровен час и его ведь в санкционные списки вынесут. То есть очередной, абсолютно непродуманный законопроект, который больше навредит, причем в масштабах страны, чем поможет. Хотя есть у меня, конечно, предположение, ради чего все затевалось на самом деле, но об этом предлагаю поговорить уже в следующем выпуске. Время, а вы пока переваривайте. Это была реальная журналистика сегодня, вот так. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты приветствуются, это помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду, в друзья добавляйте, с темы предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока!